Миниатюрные тропические рыбки, черепахи, хищные пираньи и акулы. Сотрудники Севастопольского морского аквариума-музея знают о морских обитателях всё и теперь снова готовы показывать своих питомцев гостям. В 2022 году вступил в силу новый закон, изменивший правила лицензирования зоопарков, океанариумов и других мест содержания животных. С 20 января по 5 марта аквариум был закрыт для посещения, чтобы привести помещение в соответствие новым требованиям Россельхознадзора. Недостатки не касались содержания животных, недостатки коснулись именно безопасности посетителей. Нам нужно было переделать ограждения, добавить таблички, предупреждающие о опасных животных. Ну и один из недостатков это был тот, что нашему крокодилу не хватило водной поверхности. Крокодил в целости и безопасности, уверяет директор аквариума. После приобретения вольера необходимой емкости севастопольцы снова увидят известного обитателя морского музея. Впрочем, аквариуму всегда есть что показать. Некоторые местные жители с необычной историей. Балаклавские рыбаки попали на рыбалку, и в их сети попался тропический хирург, как Анторус Монровия. Рыбка, которую здесь ранее никогда не видели. Они позвонили нам, мы приехали, были очень удивлены, увидев в бедре рыбку, которая здесь быть не должна. Сотрудники аквариума забрали гостей из Южных морей. И вот уже три года рыбохирург живет и радует своим экзотичным видом севастопольцев, посещающих музей. Сегодня сотрудники морского музея занимаются своими обычными делами. Кормят животных, ухаживают за ними, проводят экскурсии, и, конечно, готовятся к знаменательному событию. В октябре Севастопольский аквариум отметит 125-летие. Программа празднования обещает быть насыщенной. О ней севастопольцы узнают в мае.